Как же у вас там по межкомнатным дверям кто-то другой занимается? Ну там другие замерщики, а в зависимости от производителя дверей, от каждого производства приезжают свои замерщики. То есть вы, наверное, от этой логики явно приехали и предлагаете... Я работаю по металлическим дверям. А вы по всем трюсовым трюсовым видам? То есть у вас там есть такие красивые двери. Я даже не знаю, сколько денег потратила на ремонт моих логингов, про двери я совсем забыла. В общем, есть такая красота у вас с какими-то такими штуками. Ой, в общем, в следующий раз. Знаете, на самом деле, прям такая красота. Посмотрела, я думаю, надо было у меня с двери начинать, понимаете? Какой дерево? Ой, а я что-то как-то... Нет, у меня, в принципе, это хорошее. Вы видели, у меня там железо, здесь вообще натуральное дерево. У меня совершенно вот эта уникальная, хорошая дверь, которую я меняю, в принципе. То есть первая дверь у вас обойдется 15440. Можете не записывать, это я вам оставлю. Ну, это я так. То есть это получается вот этот вот, это стандартный, это 400, то есть это получается... А, это уже с демонтажом, я правильно понимаю? Это вы мне все понимаете? Все полностью. Дверь, доставка, установка, подъем, демонтаж, расширение вверх, закладка бокса, технические болты. Я оставляю под вопросом, будет видно при демонтаже, понадобятся ли они или нет. И дополнительный баллон пены. Так. Дюджету я вам говорю уже общая, 15440. За все. Это первая дверь. То есть это вот, как вы сказали, это балка, как там, расширение... Вот кусочек расширение. Ну, короче, все. Приехали, вот эту дверь не установили, она работает. Ну, еще такой вопрос к вам. Понимаете, они сначала удалят вот эту, потом будут новую устанавливать. Потому что, знаете, там есть такая проблема? Вот это. Я бы, не стала, вот, тут может быть, трогать. Понимаете, эту дверь будет не открыть, потому что там низко... А коробь затманяет, упрется, мне не поставят дверь двигателя. Ну, хорошо, там есть гара... То есть, они точно, когда они снимут мне эту дверь, они точно тут поставят. Да? Да. Потому что, знаете, что если они снимут эту дверь, потом у них... Вы уже посмотрели, а вдруг они мне снимут эту дверь, а то как-то им будет поставить, они у меня... Ум kalian live lead двигателя не то neat. Пу из staat. Ущите, я их не отпущу пока, они не поставят. Поставят, да? В любом случае, мы не оставляем людей без деревья. А, потому что, в общем, я вот об этом и говорю. Они приедут, возьмут у вас замерный лист, посмотрят ректору Шостанова, оценят фронт работ и начнут работать. Ага, понятно. А примерно сколько это занимает по времени? У вас, грубо, часа 2-3. А, ну, понятно. Недолго. Так, фамилия инициала? Александрова Татьяна Юрьевна. Пишите полностью. Вы знаете, пишите 15488 рублей за вашу дверь. Для ровного счета. Вот там, где написано 440, пишите 488. Зачем? Ну, это так надо. Чтобы дверь была счастлива, мужчина, ну, напишите. Давайте я сделаю пробел и напишу 488. Мне-то надо сумму эту передать. А какой пробел? Зачем пробел? Дробь. Дробь? Да. Так, а с вашей дроби там не поймешь, какая сумма будет? Почему? Я сделаю дробь, а для вас я напишу специально 488. То есть я на диспетчер буду передать вот эту сумму. Так, а что у нас там получилось? Прибавьте к этой балке еще? Вот это сколько там? Я не могу прибавить. Почему? Как вы не можете? Потому что они в компьютер забивают. Они в базе все посмете. Я им это передал, у них там такая цена. Ну, напишите внизу. Вы напишите где-нибудь. Скобочку напишите. Давай здесь внизу скобочку. Да. 15, 488. Да. Так. Сейчас я подробно забыл. Не, ну, не, не, не. Не, ну, если вы все там посчитали. Я написал Татьяну. Татьяна Юрьевна. Так, с этой решили. Теперь мы пишем на вторую входную. Да, пишем на вторую входную. Да. Да, на вторую входную. Да. И вы знаете, пишите... Татьяну. Продолжение следует... Продолжение следует...